Сергей Гуликевич На одну ниже, чем моя Напомню, что я выступаю в категории до 59 кг Это весовая категория 57 Ну, я думаю, что сегодня Поединок будет очень интересный, так как боксеры с достаточно высоким рейтингом Оба они занимают У Львана второе место в всемирном рейтинге, у Сантьяго третье Это очень высоко Ну, и Львана, естественно, чемпион мира В очень престижной версии WBO Всемирная боксерская организация Ну, Львана, в общем, боксер уже достаточно известный Имел он в своем послужном списке интерконтинентальные пояса И вот ко всему к этому добавил титул чемпиона мира Выиграв нокаутом у известного британского боксера Ники Кука Чемпиона Европы бывшего Кстати, такая небольшая история связанная с Ники Куком Этот англичанин перешел в мой вес 59 кг И отказался боксировать со мной Звание чемпиона Европы Пошел на мир И стал сейчас чемпионом мира Также WBO В весе до 59 кг То есть в твоей весовой категории, да? Да, совершенно верно Выиграв, скажем так, моего обидчика Алекса Артура, также англичанина Ну тут бой настолько давно уже проходил Что Сережа пора его забыть, наверное Все-таки три года прошло, наверное Да сколько? Три года прошло, не меньше Ну да, где-то примерно три года Там такая неприятная ситуация была Ну, в принципе, была хорошим уроком В дальнейшей карьере Луи Ивана Левша Также Левша и Марио Сантьяго Такая активная разведка у них, да? В первом раунде Неплохо работают передней рукой, джебом Передняя рука у этих боксеров Правая Естественно, сильнейшая рука позади Левая Первый раунд Идет разведка, но Активная разведка, активная разведка Вот, ты знаешь, иногда мы видим с тобой вот разведочные Вот первые раунды боев Где мало обмена ударов А здесь ребята не стесняются калашматить друг друга с тебя Начиная вот с первого же раунда Заметно влаживается Стивен Луи Ивана Неплохо по корпусу провел На атаку Хорошо прошел слева Да, достаточно активно ведут бой с первого раунда Я думаю, оба заряжены на один жесткий удар Оба стремятся закончить бой до срочно Я думаю, боксеры высокого уровня Будут это сделать не просто Как одному, так и второму Хотя бывает всякое, это бокс Ну что, еще раз напомним нашим уважаемым телезрителям Что это титульный бой за звание чемпиона мира Защита звания чемпиона мира Поэтому 12 раундов Никаких укороченных боев Так при защите не бывает 12 раундов И посмотрим Сергей имел в виду Досрочно будет стремиться закончить бой Да стремятся на все боксеры Закончить досрочно Не всегда это получается Но 12 раундов Это тяжелейший конечно же поединок Вот первые три минуты боя позади Можно отдохнуть Перевести дух Посоветоваться со своими секундантами С тренерами Что они со стороны подскажут Ну естественно После первого раунда Наибольшее количество вот этих подсказок Секундантов Когда они посмотрели соперника в деле Представляют Его как он выглядит Как он готов сегодня Ну по-моему сегодня готовы одинаково хорошо Свой Марио Сантьяго и Стивен Луи Вана Как Сергей По движению По тем обменным ударам Которые проходили в первые трех минутки Да абсолютно верно Я могу сказать так добавить Что Стивен Луи Вана Так заметно прибавил В своем арсенале В своей подготовке Так идет он более активно Честно говоря Раньше Вот смотрел его поединки Он двигался больше вторым номером Работал против Боксеров правшей Ну может быть такая тактика Ну смотрим второй раунд Неплохая атака Очень опасная Со стороны Марио Сантьяго Я скажу что Обмениваться тяжелыми ударами достаточно Правда Сергей Или мне так кажется Вот неплохая атака Да открывает счет Видишь открывает счет Нокдаун Нокдаун В этом нокдауне Оказывается Стивен Луи Вана Да? Неожиданно несколько Ну что ж В область виска куда-то Туда зашел удар Это только второй раунд Только начало боя Начинает попадать И вот ответ Ответ Тут же ответ Видите показывает Марио Сантьяго Что мол ничего не произошло Это все случайность Но это все игра на публику На самом деле он пропустил Хороший удар Мы видели как его Понесло по рингу Да по кругу Такому полукругу Заметьте что судья Отсчитал наверное До трех Или до четырех Ну видишь что боксер Скажем так Соображает Да Так Пропустил просто удар Ты знаешь что хорошо сказано Сергей Просто пропустил удар Оба пропустили по хорошему удару И учитывая то что это самое начало боя Это второй раунд И два нокдауна В одном нокдауне побывал Стивен Ливанов Второй Марио Сантьяго То есть что будет впереди Ну не думаю что Такой обмен Нокдаун Будет продолжаться Все 12 раундов Наверное не выдержат Боксеры такого Ну посмотрим Будет больше думать о защите Ну вот эти вот удары Левые они часто Включают в действие В бой И бросают левые Сильные удары И попадают зачастую Левыми Вы знаете мне кажется Что вот оба боксеры Очень похожи Друг на друга Обладают Скажем так В своем арсенале У них похожие Серии Вот Оба двойки Пробивают И оба попадают У обоих Где-то Слабые места Одинаково Видны Сейчас как-то лицо Совсем не закрыл Нехорошо Как-то с первого раунда Мне показалось Высоковато держит Подбородок Во время атаки Марио Сантьяго Если Луи Ивана Так Немножко Из-под бровей Смотрит То Сантьяго Слишком высоко поднимает Ну сейчас Хороший контратак У Ли Ивана Пропустил Правда В начале Ну я думаю Что такой вот Ход событий Он только Подогревает Интерес к этому Поединку В первом Во втором раунде Два нокдауна Достаточно равная борьба На мой взгляд Но эти нокдауны С одной стороны Охладили Вот этот знаешь Настрой боксеров Заставили Немножко думать Об защите С одной стороны С другой стороны Разожгли страсти Наоборот Еще больше хочется Когда чувствуется Ага Можно соперника Отправить в нокдаун Почему же не нокаутировать его Почему не попробовать Еще более сильный удар И точный провести Ну не знаю По крайней мере Настрой на бой Будет хороший Нам повторят эти моменты Вот один удар В голову пропустил Да Здесь хорошую серию Пропустил то он в голову Ничего не скажешь Ливана пропустил И вот ответ Тоже удар в челюсть Левый Тоже левый Поставленный удар Ну что ж На мой взгляд Так посерьезнее Удар пропустил Марио Сантьяго Ну да естественно Если Ливана Там где-то присел На коленку На колено То Видно было что Сантьяго Пропустил серьезный удар Ну и что наверное Стоит сказать Зрителям То что У Стивена Ливана 35 побед На ринге 15 побед Он одержал нокаутом Лишь один бой Проиграл Ни одной ничьи Вот такой прекрасный Послужной список 35 побед 15 нокаутом Преждевременными Победами Одно поражение Ну и чуточку 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 Может быть более скромный Послужной список У Марио Сантьяго У него 19 побед Из 19 побед Он 14 Выиграл нокаутом И тоже один Только один бой Проиграл То есть Больше поединков В ринге провел Стивен Ливана Ну это и объяснимо Он все таки живет в США Там Большие возможности У профессионального Боктера Для выхода на ринг Для поиска соперников Марио Сантьяго Порториканец Еще раз вам напомню Он Чемпион Карибских стран По версии WBC Ну хорошая версия Боксерская Профессиональная Ну Возможности Турниров меньше Все таки проводятся В Карибском Странах Карибского бассейна Так что И Соответственно Вот этот список Послужной у него Короче Хотя Марио Сантьяго И старший Марио Сантьяго Еще раз напомню 30 лет 20 лет Стивену Ливана Я скажу По третьему раунду Очень опасно Забрасывает Сантьяго Слева Двойку Отвечает сейчас Неплохо Ливана Ударами сбоку Очень Очень Жесткие джебы Пробивают Оба боксера И достают Да Вот Незадача Конечно Если брать Боксеры Ливши Конечно Более подготовлено Под правшей Да Но они привыкли чаще Встречаются с правшами А когда двое-два ливши На ринге Вот Может быть От этого и пропускают Они достаточно много ударов Сергей Возможно Но тут зависит от того Насколько часто Они стояли Скажем так В детстве В парах Против боксеров Лившей Конечно Можно подготовиться К любому поединку Но это достаточно Трудно сделать Когда Нет опыта Против Именно Боксеров С правосторонней стойкой Против Лившей Ну Стивен сейчас неплохо Кстати встречает Встречает Правый Левый практически Не бросает В действие Вот эти правые джебы Доходят до цели Да Бои достаточно интересные Оба Демонстрируют Хорошую технику Оба попадают И в туловище И в голову Достаточно сильные удары Проходят Мне кажется Боксеры Настолько Равны Равны По силе В тактическом В техническом плане Да Сложно здесь конечно Будет мне кажется Слух судьям Ну и всемирный рейтинг Отражает В этих положениях Равенство сил Один Второй Второй Третий Во всемирном рейтинге Боксерском То есть Да на самом деле Приблизительно равны По силам Эти боксеры И посмотрим Серьезный Такой На самом деле Острый Боксерский Поединок И вот этот обмен ударами Который Проходит в первых трех раундах Сильными ударами Говорит о многом Ну что ж Четвертый раунд На мой взгляд Чуть-чуть активнее действует Марио Сантьяго Ну Стив Лула Отвещает Ну и очень неплохо То есть Не дает особо психологического преимущества Своему сопернику Даже не могу сказать кому сожалею в этой ситуации Все-таки У Ивана Чемпион С одной стороны Есть что терять Есть что терять И не обязательно так кстати Нарываться И идти постоянно Вперед Понимаешь Можно выжидать что-то активности от соперника Что Мы видим что Ивана И часто и применяют Вот эту тактику Выжидательную Чуточку 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 Выжидательную Неплохо Неплохая атака сейчас Четко пропустил Марио Сантьяго Точный удар Неплохой эпизод Выигранный У Ивана Ну что отправляют в угол Просит Такого секунданта Там все тут поправить Да но Ничего страшного по-моему там не произошло Надо Надо Знаешь С дистанцией мне больше нравится Как Львана вот Придерживает своего соперника Этими джебами Вот правый раз Встретил правый И Тут же включил левый Как только открылся Чуть-чуть Марио Сантьяго Тут же включил левую руку Ну и Львана тоже настроил Видите вот эти двойки правой Все время правый и левый Правый и левый Ну вот они нащупали где-то Второй раунд Что оба попадают Что этот удар Проходит Ну немножко заваливается Марио Сантьяго Вот он пробивает двойку Туда И заваливается Зависает он На своем сопернике В принципе Удар жесткий Как бы за счет Веса тела Марио Сантьяго Какая-то Немножко иная стойка У них отличаются стойки У Стивена и Львана Хотя оба работают правосторонние стойки Ну как-то Выше держит голову Марио Сантьяго Такая более прямая У него стойка Только когда идет в атаку Он слишком уж наклоняет голову вперед И слишком ее опускает Вот это нехорошо Тем более что можно нарваться На какой-то апперкот Удар снизу Крюк какой-то снизу Это опасно Вы знаете мне Как мой опыт подсказывает Что уже четвертый ронад Первые такие Звонки усталости Уже сказываются Все-таки Начало боя Было очень 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 Сверхактивным Да Первые такие Вот Первая усталость При этом При всем Скорость сохранена И Жесткость Хорошие Хорошие удары Сильные удары Честно говоря Я затрудняюсь Отдать кому-то преимущество Оба боксера Демонстрировали Отличная подготовленность Оба попадали Достаточно равно Равно пока идет Поединок Даже судя по тем Двум нокдаунам Которые были Во втором раунде Скорее Две ошибки Обоюдные ошибки С двух сторон Пропустили просто удары В защите Вот видите Какую серию Из трех джебов Провел В итоге Пропустил В голову Тоже серию Сантьяго Да Пропустил в этом эпизоде А начинал то здорово Атаку Хорошо Три джебы подряд Провел Ну что ж потом Или закройся Или левую подключи Или отойди А так остался Ничем Руки опустил И получил В голову несколько ударов И опять видите Ну вот проходит 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 Это двойка Раз-два Неплохо Начинает Сантьяго Сейчас поактивнее Да На мой взгляд Он так Очень хорошо готов Видно Что хочет выиграть Но пропускает Когда начинает Вот увлекаться Этим обменом Ударом Ударами Начинает пропускать У Ивана Боксер Очень Грамотный Хорошо Технически Подкован Вот все-таки Здесь пропускает Сантьяго Да Сантьяго Ну кстати оба боксера Пропускают В защите Достаточно много ударов Но мне все-таки нравится Как подготовлен в атаке Марио Сантьяго Он Хорошо атакует Ну пропускает Я вижу Я все тоже Вроде первый Первый раунд Начало раунда Пошел вперед И вот сейчас Вот хорошо Сейчас встретил Хорошо Встретил правый Сейчас Ливана Марио Сантьяго Не ожидал Такой контратаки Сейчас Ливана Молодец Выровнял он Ситуацию В какой-то степени Да буквально Одним ударом Да Да И очень был На грани На грани Стивену Ивана На грани Иногда он Это точно Чистый апперкот Снизу прошел Да Без всякой защиты Чистый И в состоянии Гроги Находился где-то Стивену Ивана Ну поэтому Виши Сейчас Пытается войти В ближний бой Вязать соперника Клинчевать Чтобы не пропустить Еще вот такой Дистанционной Атаки От Марио Сантьяго Там Здесь танцы Хорошо Очень хорошо Атаковал Сантьяго Да Да Вот И он Это сам Видишь Почувствовал И тоже Пытается уже держать На дистанции Стивена Ивана Ну сейчас Опять подошел Сблизился Подошел Опять Обнял соперника И ждали команды Арбитра И опять Видишь какая атака Затяжная С дистанции Ведет и Марио Сантьяго И попадает Здесь вот он Поджал своего Да здорово Третья с дальней дистанции Левую ударную руку включил Очень здорово Ой какая атака Может быть и последняя в бою Посмотрим Ну что там 30 секунд до гонга 30 секунд до гонга Ну что ж Устал сам Марио Сантьяго Вот так вот Беспрерывно атаковать Поэтому Линчевал И дождался команды Брэк Да конечно Жесткий обмен ударами Честно говоря В концовке мне кажется Где то попал В область туловища Стив Луи Ивана Хотя Был В состоянии Конечно Нокдауна Ну там атака Просто красивая Атака Такую затяжную Атаку Марио Сантьяго провел Да? Абсолютно верно Ну да В этом раунде Преимущество Преимущество Сантьяго по-моему было очевидным Ну что ж Пятый раунд закончен Ну Вряд ли сейчас секунданты и тренеры Стивена Луана Довольны тем как Прошел вот этот раунд Уж больно Тяжелые атаки соперника он пропустил Вот видите нам повторяет Витя зажал его Канатом Вот это Вот это Атака Начиналась Это с атаки Луана конечно А затем Перешел в контратаку Сантьяго И вот видите Удар справа В голову Один Левый опять в голову Вот капа уже там Чуть не вылетела Один раз И вот она Полетела Полетела туда За пределы ринга Куда-то Да Ну поэтому Рефери Приостановил бой Ну и раунд Красивый конечно Такой обмен Такие хорошие атаки Начинал хорошо Стивен Луана атаку Затем Контратака Сантьяго Такая затяжная Контратака Очень Мощная С Сильными ударами Я просто Удивлен Помнишь как Во втором раунде Оказались боксеры В нокдауне Да И как вот сейчас Все прошло нормально Без нокдауна Да Сложный бой Для чемпиона Для Стивена Луана Да Нелегкая защита Бывает Гораздо попроще Я думаю Что это Обязательная защита Звание Чемпиона мира Но она Никогда не бывает Легкой Так как бойцы Подходят По рейтингу К этой точке Ну так И к такому же бою Специально готовится Я уверен что Марио Сантьяго Которому 30 лет Тоже специально готовится К этому поединку Да Возможно У него это Один из немногих шансов Стать чемпионом мира Абсолютно Абсолютно правы В Смотреться друг В глаза Посмотреть внимательно Стоит ли Дальше Идти на такой серьезный Обмен Тяжелыми ударами Ну смотрите Все таки Луи Ивана Он больше действует Вот обороны Вот у него хорошо получается А Сантьяго Хорошо действует в атаке Больше Лучше у него получается В атаке конечно Вот когда вот он начинает Останавливаться Когда начинает ждать Он начинает пропускать удары Это я В адрес Марио Сантьяго Нельзя думать Давать Стивену Луи Ивана Нужно действовать Нужно работать постоянно Постоянно прессинговать Так как Луи Ивана Чемпион мира Естественно Претендент должен Выглядеть На голову Скажем так Чемпиона Ну по крайней мере Быть более активным И демонстрировать Свою активность Своё желание Победить Нанести побольше ударов Естественно Ну уже сказывается Усталость Все таки Первые шесть раундов Первая половина была Очень Очень яркая Очень Ну очень много энергии Затратили конечно Боксеры Неплохо в корпус Сейчас пробил Сантьяго Хорошо атаковать Результативно Атаковать Но выйти из атаки Выйти чисто Не пропустив Не получается Ни у Ливана Ни у Сантьяго Оба нарываются Или на контратаку Или В ответ Пропускают удар в голову Как вот в данной ситуации Ну по-разному Видите Хороший левый Провел Еще раз добавил И правый в корпус Ну все Все нормально Да? Ну сейчас выйди Выйди вот из этого ситуации Вместо того чтобы найти себе хороший выход Открыл голову И пропустил в итоге удар Ну атака была хорошая Хорошая у Сантьяго была Сейчас атака Ничего не скажешь Молодец По-моему вот эти два раунда Он выигрывает С небольшим преимуществом Но выигрывает По крайней мере Ливана ничем Особым себя в этих раундах В пятом шестом не проявил Смотрим седьмой раунд Удастся ли Марио Сантьяго продолжать Вести бой в такой же атакующей манере Хватит ли у него сил На мой взгляд У Ивана более техничный боксер А Марио Сантьяго Такой рубака Парень Который Ну ты же знаешь Может быть стиль такой Может ударить Который проповедуют Боксеры Мексики Пуарто Рико Вот Марио Сантьяго Пуарто Риканец В этих странах Любят таких рубак Боксеров рубак Которые выходят на ринг И дерутся 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 Без остановки Не давая сопернику Продохнуть Ну и себя Удара Конечно Когда он в атаке У Ивана практически ничего сделать не может И пропускает сам Боксеры Боксеры очень равны По своим Скажем так И антропометрическим данным Ну Рост одинаковый Да Рост одинаковый Поединка Остается Много Раундов И позади уже Тоже немало Да Силы уходят Силы покидают Переломный такой момент В поединке И зачастую бывает Что Когда выигрывал Один боксер Преимущество переходит К другому Ну ты видишь В этом бою Во втором раунде Обменялись нокдаунами Ну первый второй раунд Первый второй Даже третий раунд Абсолютно равный Ну Ну невозможно Ну При любом взгляде На бой На кого-то бы не болел Кому-то отдать Преимущество Предпочтение Ну Затем потихоньку Так не шатка Не валка Ну Мне думается Сантьяго Перехватил инициативу Он острее Атаковал Контраатаковал Хотя тоже достаточно много Пропускал Вы знаете Он больше атакует На мой взгляд Он более активен Больше атакует Он Ну С Ивана попадает Попадает Чистые удары Когда он останавливается Хороший седьмой раунд В принципе Бой очень яркий Очень Такой Динамичный Я думаю Что нашим телезрителям Ну Достаточно интересно Смотреть этот матч Бывает у нас Всякого рода Поединки И не очень интересные Не очень Такие живые Да Вроде бы титулы высокие Стоят на кону А сам поединок Не всегда получается У боксеров Ну ты знаешь Часто на ринге сходятся Ну не подходят Они друг к другу И вести им бой Друг с другом Тоже тяжело Поэтому получается Некрасивый такой бой Часто случайные удары Приносят победу Ну всякое бывает Но здесь бокс хороший Хороший И обоюда хороший Видите как сейчас Ливана атаковал Да Ну здорово Дотянулся И левый И правый В голову Красиво с дистанции Сейчас попал Ничего не скажешь Вот Честно говоря Мои такие наблюдения Находясь Вот на Проекте УНТ Бои профессионалов Сильнейших Бойцов профессионалов Все таки Когда боец выходит Бойцы выходят Боксировать С первого раунда Выходят Из первого раунда Демонстрируют Высокую скорость Желание выиграть Желание победить И конечно же Смотри Такие поединки Очень интересно Что касается Иногда бывает Когда Оба выходят Начинают что-то ждать Естественно Не очень Это смотрится Но это не касается Нашего сегодняшнего поединка Да Здесь Боксеры До двух не считают Все время Атакуют Все время Атакуют Все время Обмен ударами Ну и трудно даже дать Предпочтение кому-то В определенных эпизодах Лучше выглядит Марио Сантьяго Претендент На звание Иногда Стивен Львана Который защищает Свой титул Не просто защищает А хорошо защищает Потому что Проводит иногда Хорошие Контратакующие действия И атакующие То есть Равный бой Равный бой Хороших мастеров Бокса Хорошо Боксирующих И с дистанцией Хорошо Переходящих На среднюю дистанцию Разрывающий бой На короткой дистанции Все время Обмен ударами Но может быть Не слишком часто Мы видим Удары в корпус В основном Удары Нацелены На то Чтобы попасть в голову Ну, тоже правильно Наверное Почему бы Не попасть Когда удары Вот такие вот Как вы сейчас видели У Сантьяго Проходят Проходят И Львана Несколько неожиданно Видите Пропустил Тогда пропустил Два удара И сейчас опять пропустил Левый прямой В голову Досадные Досадные Сейчас ошибки У Львана в защите По-моему Капа чуть опять не вылетела У Стивенова Львана Пропустил Да, жесткий удар Слева И вот продолжать Свою атаку У Марио Сантьяго В коем случае Не надо останавливаться Ну, понимаешь Опять вот Тут же ошибка Который ты, Сергей Я обращаюсь к Сергею Гуликовичу Чемпиону Европы Который он говорил В предыдущих раундах Что Сантьяго Не должен останавливаться Когда он останавливается Дает Переосмыслить Позицию Состояние Боя Стивену Львана И что-то предпринять Ответное Вот когда Все время В атаке Сантьяго Когда он все время Не дает сопернику Остановиться и подумать Тогда преимущество Сантьяго очевидно Как столько Проведет атаку Потом раз Отошел И начал что-то думать Тут же получил ответ Ну, знаете, мне кажется Достаточно трудно Быть всегда в атаке Всегда на острие Конечно же силы уходят И достаточно Уходит больше Чем у Стивена Львана Сейчас хорошая атака Вот опять же о чем Мы говорили с вами Здесь вот хорошо Он работает И попадает Но останавливается Видите И дает возможность Львана Перехватить инициативу Да, контратакует Львана И эпизод в принципе-то равный Равный эпизод И с этим будет А начало Сантьяго просто блестяще Зажал Львана В углу ринга Атаковал Провел несколько Мощнейших ударов Потом неожиданно Поменял Поменялся местами И В этой ситуации Мне кажется Либо нужно После своей атаки Такой продолжительной Либо Тут же Клинчевать Либо отойти в сторону Где-то Ну, по крайней мере Уйти Пару шагов назад Уйти с этой ударной позиции Ну, понятно Что здесь Желание Выиграть У него огромное Ну, вот здесь уже здорово И вроде бы Потерян у Львана Да, видно Что уже Еще немного Но тут же Вот видите Отвечает Да, здесь такая То есть характер у него Дай Бог каждому Здесь уже борьба просто Функциональная Пропустил такую серию ударов в голову Да И все-таки Не просто так Знаешь Закрылся Ушел в глухую защиту Бил меня Сейчас гонка сдаться Буду ждать гонка А нашел в себе силы Провести контратаку Ответную атаку И последний Решающий удар Остался за ним В раунде Хорошее начало Ну, просто вообще Замечательно Двойка прошла Чисто Четко Низкоро Держит правую руку Ивана Девятый раунд Идет Хорошие апперкоты Апперкот Ну, тут же Вот и сам пропускает Да, видишь Аперкот Провел хороший Ну, может быть Не совсем точно Такой скользящий удар Получился Но в ответ В ответ Пропустил Два джеба Подряд Немножко нужно Все-таки Разнообразить Марио Сантьяго Да, он идет Бьет хорошо Двойку Ну, мне кажется Аперкот Надо так же Часто проводить Как вот эту двоечку Раз-два Классическую Правой Левой Ну, Альванович Тоже приспособился Он видит, что Джебы-то у него проходят Он пытается С своими джебами Вот правыми Прямыми Держать на дистанции Марио Сантьяго Чтобы не давать Тому приблизиться На ударную позицию Выйти Много На одних джебов Так сказать Не продержишь Мне кажется Луи Ивана Здесь действует Уже Более так Обдуманно И уже исходя из своего опыта Столько проведенных боев 35 боев Ну и Сантьяго Судя по всему Наверное все-таки устал В предыдущем раунде Много сил он затратил На ту атаку Не помните Который проводил В углу ринга Три удара Дошли вроде бы как Ну там мимо Левый ответил Нормально Сантьяго Вот Вот Ни в коем случае нельзя Сантьяго Ни в коем случае Сантьяго Пускать Вот Бой Будет Чемпи Чемпион Чемпион Заканчивать 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 Со своей активностью Продолжает 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 Атаковать Но Ни в коем Заканчивать Это еще целая минута В этом раунде Да Здесь конечно Эмоции все понятно Но Сейчас просто с Ивана Может Может просто дать Психологическую Уверенность Хотя С другой стороны Понимаешь Мария Сантьяго После того Как ему удались Несколько атак В этом раунде В предыдущих Двух-трех раундах Он хорошие атаки проводил У него может Появиться Знаешь Такая внутренняя уверенность Что он побеждает В этом бою Знаете Как он набрал Свои очки Так вот Он сейчас может За последние 10-20 секунд Их потерять Конечно Тут не Тяжело Будет убежать Посмотрим Как Лео Иванов Проведет Вот эту атаку Если она состоится Вообще Пока Вяжут Вяжут боксеры Пытаются Не обмениваться ударами Уже сил на это Просто не осталось Видите Промахиваются оба И ждут Ждут гонга Ждут гонга Это очевидно Наконец-то Спасительный гонг И для Сантьяго И для Лео Иванова Устали неимоверно Оба боксера Мне кажется Все таки Так на грани На грани стоит Стивен Лео Иванова Сантьяго Очень здорово Готов Последние Там уже секунды Были силы Двигаться Но Но не наносить удары Ну и зря Не зря нам Крупный план держат Марио Сантьяго С его секундантами Действительно Последние 3-4 раунда Он проводит Лео Иванова Посмотрите какая атака Затяжная атака Какая серия ударов Ударов в голову Если бы Чуть-чуть мощнее Были эти удары Да Я не думаю Что Лео Иванова Выдержал бы их Тем более Второй раунд Нас Убедил в том Что Иногда Он Иногда Эти парни Не слишком далеко Ушли Да Пошли Чемпионские раунды Я думаю Они будут решать Все В этом поединке Одиннадцатый раунд Ну Два раунда Видишь Какой обмен ударами На протяжении Предыдущих десяти И как еще Меня Извини Не то что болею Мне нравится Как Марио Сантьяго Провел Начиная с раунда Наверное С шестого С пятого И до десятого Он более активен Все время был более активен Вот эти Затяжные Атакующие серии Он проводил Он несколько подавил Лео Ивана Но посмотрим Может быть Лео Ивана Удастся на последних Вот этих двух раундах Опять себе Вернуть Прежнюю уверенность С которой он начинал Поединок Ну посмотрим По крайней мере настроен Судя по всему Стивен Лео Ивана Так как надо На этот бой Ну и не спешит На сей раз Атаковать Марио Сантьяго Предыдущий раунд Как он активно начал И видите как Осторожен он сейчас Минута И практически Первая минута Одиннадцатого раунда Прошла без Серьезного Обмена ударами Не знаю Правильно ли поступает Марио Сантьяго Это может быть Тоже ошибочное Его решение Сбросить Но может быть Сил не хватает На поддержание Высокого темпа Вот вы знаете Мне кажется Вы абсолютно правы Здесь в последние раунды Необходимо Просто выложиться Марио Сантьяго Ну если он хочет Выиграть Понимаешь Вот такие вот Эпизоды Как сейчас Они выгодны Луи Ивана Конечно же Для судей Чемпион Остается чемпионом И нужно быть Конечно же Намного Выше Чемпионом Да Что-то Капу сильно Вылетает Луи Ивана Изо рта И часто Рефери вынужден Останавливать бой Чтобы поправить капу Передать капу Вновь боксеру Ни в коем случае Не останавливаться Нужно работать Хорошо сейчас Марио Сантьяго Встретил опять Луи Ивана Пошел вперед Так Опустил руки Пошел вперед И на встречу Может быть Стивен Луи Ивана Что-нибудь сделает В одиннадцатом раунде Последняя минута Одиннадцатого раунда Ну Настраивается Настраивается Но очень долго Луи Ивана Настраивается На эту атаку Видите Кружит вокруг него С Марио Сантьяго Кружит Уходит Цель из-под удара То есть Только-только Ты прицелился Настроился На атаку У Луи Ивана Ну Честно Одиннадцатый Одиннадцатый Двенадцатый То Возможно Да Прежде всего Сейчас Подсказывали Что Да Ты ведешь По последним раундам Ярким Ты ведешь Этот бой Ну Мне кажется Здесь Должен быть более активным Последние раунды Нужно доказывать Свою преимущество Одиннадцатый Раунд Предпоследний Раунд Здесь Пассивно И показать Особенно Таничи Кроме того Что Луи Ивана Ну Что ж Посмотрим Последний Двенадцатый Раунд Напомню Что Вы смотрите Бой за титул Чемпиона Мира По версии WBO Между Стивеном Леваном Благодателем этого титула Он проводит защиту И Марио Сантьяго Боксером И спорта Рико Тридцатилетним боксером Который претендент На этот титул И Марио Сантьяго Хорошо проводит Сегодня бой Во втором раунде Боксеры Напомню Попали в нокдаун Побывали в нокдауне Затем Начиная где-то С раунда Четвертого Пятого Марио Сантьяго Перехватил Инициативу Вернее Завладел Инициативой И Владел Буквально До предыдущего До одиннадцатого Раунда Причем очень здорово Проводил бой Ну что Решающий Двенадцатый Двенадцатый Раунд Пожалуй Кто в этом раунде Окажется сильнее Тот и выиграет этот бой Настолько равны И вот С Сергеем Гулья В ринге Без действия Это всегда Чревато Как только Расслабился Все И тут же Начинает Пропускать Смотрите Ну вроде бы Передохнул Сейчас Можно контратаковать И начал контратаку Там два удара провел В связке неплохих Ну меньше 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 Надо играть на публику Продолжай боксировать Это я подсказываю Марио Сантьяго По артариканскому боксеру Ну что ему подсказывать Ему самому Тридцать лет Он многое видел в ринге Многое знает И многое умеет Как мы с вами убедились Вот Легкие вот эти удары Медостает конечно Ну поменялись Ролями Видишь в ринге В двенадцатом раунде Абсолютно Иначе выглядит Лео Ивана и Сантьяго Уже Больше в атаке Больше навязывает Свой ритм Свой темп боя Стивен Лео Ивана Ну он наверно Тоже почувствовал Тоже секунданты Ему подсказали Что надо быть поактивнее Что можно и проиграть Бой Проиграть титул Свой чемпиона мира По версии WBO Посмотрим Еще 35 секунд Осталось в бою Ну что эти боевые секунды Могут быть решающими Сергей Да Всякое может быть Ну мы с тобой Видели На последних минут Секундах Мосли против Майорки Ну что Оживился Марио Сантьяго Я боюсь Что поздновато Он оживился Одиннадцатый раунд Проиграл И судя по всему И двенадцатый Не выигрывает Не выигрывает Чемпиона мира Ливана Ну что ж Звучит гонг Пару ласковых слов Сказали боксеры Друг другу Но не знаю По крайней мере Арбитром Как говорил Сергей Гуликевич Как я говорю это и я вам Будет сложно Очень сложно Очень сложно Очень равный поединок Двух сильных боксеров Хороших боксеров Стивена Льюи Ивана Американского боксера Полулегкого веса Двадцати семи лет Он защищал свой титул Ну что Сейчас посмотрим Что фрагменты Будут двенадцатого раунда А нет фрагменты Всего боя Второй раунд Когда помните нокдауны были Вот один нокдаун Сейчас будет в ответ Второй нокдаун Вот так активно Начинался этот бой Фрагменты пятого раунда Вот когда Сантьяго Марио Сантьяго Перехватил инициативу Видите какие атаки он проводит Десятый раунд Десятый раунд Последний раунд Который Марио Сантьяго Вот так вот активно атаковал И наверное вот эта вот атака Его убедила в том Что он добился решающего преимущества Ну а одиннадцатый двенадцатый раунд На мой взгляд Прошли просто бесцветно С обеих сторон Ну Льванов Стал более активен Он понимал что он проигрывает Ну а Марио Сантьяго Почему он отдал Инициатива для меня Это тайна за семью печатями Ну что ж Переживая секунданты Переживает боксеры в своих углах Позади двенадцати раундовый Тяжелейший поединок Для и Стивена Львана И для Марио Сантьяго Мне очень понравился Марио Сантьяго Единственное что не пойму Почему он отдал Инициативу в одиннадцатом и двенадцатом раунде Не отдай он ее Он выиграл бы точно Выиграл бы титул Чемпиона мира по версии WBO Полдор 117-111 в пользу Львана Данфорд 113-115 в порцию Сантьяго То есть один-один у этих арбитров Ну и последний арбитр Третий арбитр Дэйв Моретти дает Боевую ничью 114-114 Ну это мгновение Это вы сейчас увидите Вот еще несколько секунд Понаблюдаете боксеру У вас слышит объявление арбитра И то как боксеры будут реагировать на то Что этот бой закончился ничью И Стивен Львана Сохранил свой титул чемпиона мира По версии WBO Сохранил Львана Дуэйн Форд Сохранил 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 Ну а третье ничья И тут же ликует Тут же ликует И в этом случае Пояс остается Чемпион У Львана Мисс Расстроен Марио Сантьяго Ну что же делать? Сам виноват. И ликует, ликует Ливана. Он сохранил за собой пояс. Ну, на этом нам остается с тобой, Сергей, закончить репортаж, который вели Сергей Гуликевич, Николай Петропавловский. До следующей встречи на боксерских профессиональных поединках. До свидания.